Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат Чебоксарского городского собрания, заместитель главы города, председатель постоянной комиссии Николай Владимиров. Сначала смотрим визитку гостя, затем будем беседовать. Николай Владимиров. 38 лет. Родился в Чебоксарах. Имеет высшее юридическое образование. Директор юридической фирмы «Статус». Депутат по одномандатному округу номер 17. Входит в состав Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Женат, воспитывает сына и дочь. Николай Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Николай Николаевич, предлагаю нашу беседу построить в таком хронологическом порядке, потому что вопросов накопилось много, и вот как они происходили, так и будем беседовать. Вот я знаю, что на позапрошлой сессии Государственного совета Чувашской республики вы выступали перед депутатами с такой инициативой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Вот что это за изменения, какие изменения, какие правонарушения вы предлагаете больше наказывать? Да, действительно, это изменения. Наша инициатива касалась благоустройства, ответственности за нарушение правил благоустройства на территории муниципальных образований, не только на территории города Чебоксара, но и по всем муниципальным образованиям нашей Чувашской республики. Действительно, городское собрание депутатов очень долго заседало, проводило очень много рабочих групп, опт комиссии, где мы выработали нашу законодательную инициативу, в которую мы имеем право выходить, соответственно, статьей 85 Конституции Чувашской республики, в Государственный совет, в наш законодательный орган, для принятия либо отклонения. Конечно же, спасибо огромное Государственному совету, которые тоже прониклись этой тематикой. Расскажу предысторию. Статья 10. Закон об административных правонарушениях была признана недействительной. Верховным судом Чувашской республики, потом было закреплено определение Верховного суда Российской Федерации, где статья 10. Закон о административных правонарушениях наша Чувашская республика была признана недействительной. И у органов местного управления не было рычагов воздействия на нарушителей. Какие нарушения? Нарушения правил благоустройства. У каждого муниципального образования есть свои правила благоустройства, которые были обслужены на публичнослужине, которые принимались на собрании депутатов, и которые действовали на территории того или иного муниципального образования. А сам закон о административных правонарушения распространяется на всю территорию. И мы стали инициаторами. Нам необходимо было, что за нарушение этих правил должна быть какая-то ответственность. Поскольку Верховный суд отменил эту норму, он признал недействительной. Там было очень много коллизий. В это вдаваться мы подробностей не будем. Надо подчиниться решению Верховного суда. И, конечно же, мы создали рабочую группу, подключили и муниципалитет, и члены административных комиссий, которые выносили протоколы, привлекали к ответственности ранее, после статьи 10-й. И разработали несколько составов, по которым необходимо тоже регулировать отношения по правилам благоустройства. Это правило благоустройства? Это вот парковка на газоне? Ну, в этой статье мы сейчас ее не затронули, потому что как раз Верховный суд там разграничивал, что эти полномочия у других есть органов, да, у Роспотребнадзора, управления ЕБДД, МВД Чуварской республики. Мы затронули, ну, например, надписи, да, объявления, расклейка по несанкционированным местам, належащее содержание нежилых зданий, сооружений, по парковкам, вы знаете, да, на территории нашего муниципального образования мы вводим 4 парковочных мест платных, да. Это тоже закреплено в правилах благоустройства, да. И должна же быть какая-то мера ответственности, если вот гражданин припарковался на платной парковке, и хорошо он припарковался, какая мера воздействия, если это в законе не прописано. Необходимо же законодательно нам закрепить ответственность, то есть в виде штрафа, либо предупреждения, но какая-то мера ответственности в любом случае законодатель должен закрепить. И хотелось бы мне ответить, немаловажно, для слушателей, для горожан, многие спрашивают, что да, вот молодцы депутаты там, и ряд депутатов высказывается, и горожане, что молодцы, мы пополняем бюджет тем самым. Но я считаю, что вот наша инициатива была все-таки это целью профилактикой, да, чтобы горожане знали, что есть мера ответственности, нельзя нарушать, да, те или иные нормы, правила благоустройства, за которые понесет ответственность. Есть штрафы, да, понятно, что это доходная часть бюджета пополняется, но больше я считаю, что это мера предупреждения, профилактики, что не нужно нарушать, ребята, да, то есть и не будет, соответственно, штрафов. То есть, я так понимаю, за то, что в наших подъездах неправильно расклеивают объявление, будет какое-то наказание, какое? Штрафы, там надо посмотреть закон, гражданые штрафы, есть от 1000 рублей до 2000 рублей, если это повторно, то это будет 2000-3000 рублей. Есть, ну, надо смотреть составы административного правонарушения, если это гражданин, то гражданин, если это должностное лицо, то должностное лицо, если это юридическое лицо, да, то значит юридическое лицо. То есть автор объявлений, например, да? Конечно, да, ну, это есть административные комиссии, которые работают при районных администрациях у нас, вот именно по нашему муниципальному образованию, которые приглашают, рассматривают, изучают, каждая страна вправе представить свои доказательства, свои доводы, и, конечно, если они согласны, вправе обжаловать это в судебном порядке, и суд уже точно поставить точку. Для нас, для муниципалитетов, я считаю, для администрации, для исполнительной власти наша инициатива дает возможность, уже законодатель закрепил, глава республики подписал данный закон, изменение в закон административных поднарушений, он подписал, насколько помню, 30 сентября 2017 года, через 10 дней по закону вступает в законную силу, и уже этот закон работает на территории не только муниципального образования города Чебоксары, но и всей Чувашской республики, всех муниципальных образований. Но надо же смотреть опять правила благоустройства, мы к ним возвращаемся, мы принимаем правила сейчас городские. Я как раз хотела задать вопрос, были публичные слушания по правилам благоустройства, какие вот это правила, что вы рассматривали? Да, вчера стоялись публичные слушания, это тоже, как вы уже знаете, законодательно закреплено, что все вот законодательные акты мы стараемся осветить, публичности придать, чтобы каждый горожанин вправе был высказаться по тем или иным вопросам, и, конечно же, мы эти доводы должны учитывать. Ну, администрация, совместно при разработке данного документа, более того, вчера прошли публичные слушания, прошли спокойно, продуктивно, были определенный ряд высказываний, которые будут учитываться. Сейчас мы эти правила рассмотрим на постоянных комиссиях, и уже, я думаю, в конце ноября у нас вот будет собрание депутатов, мы должны эти принять правила благоустройства на территории города Чебоксары. Какие правила, чего они касаются? Это вот налить на крышах? Это налить на крышах, это благоустройство территории за коммерческими организациями, прилегающие территории, какие там расстояния, кто за что должен отвечать, как должен мусорный бак стоять, ну, если вот подробности, да, то есть, какие ограждения, какие вот заградительные барьеры, там, контейнеры мусорных, как стоят, ну, вот это все там в совокупности указано. То есть, вот такой обширный документ, он опубликован на сайте администрации города, каждый горожанин, житель вправе еще ознакомиться, и мы не говорим, что тоже вот там примем его легко, то есть, есть дискуссии, обсуждения, ну, максимально, ну, эти правила необходимо нам тоже принять, без которых тоже и закон не будет работать, это же основа из основ. Ну, горожан, наверное, вот в преддверии зимы волнует вопрос, да, ну, вот сколько сосулек, сколько мы о них говорим, да, кто должен их в соответствии с правилами теперь убирать, и какая ответственность? Обслуживающие организации, которые закреплены за тем или иным объектом, будь то жилое здание, будь то нежилое здание, то есть, там, там все будет прописано, ну, понимаете, вот по таким вопросам, все равно там комплекс, надо нормативных правил фактов смотреть, да, не только наше правило благоустройство, но и законодательство федеральное, тут и жилищный кодекс приплетается, тут же даже и градостроительный кодекс, и земельный кодекс надо учить. Мы не можем противоречить? Нет, мы не можем противоречить, наша же, вот эта инициатива тоже проходила и правую экспертизу, и в прокуратуре, да, и Минюст изучал, то есть, были госсоветом, ну, и мы не говорим, что наша инициатива была быстро принята, с инициативой мы выходили, насколько я помню, в декабре, в январе, вот же вот, 16-го и 17-го года мы изучали, очень много было рабочих групп, там было несколько составов, большая была инициатива, из 30 составов оставили только 6 статей, и 11 составов по административным понарушениям, но такая кропотливая работа, где-то прокуратура с нами не согласалась, где-то другие надзорные органы не согласались, но вот мы выявили такой документ, и я считаю, что тут все проработали очень плодотворно, конечно же, и спасибо, еще раз повторюсь, государственному совету, что поддержал нашу инициативу, поскольку это распространяется, опять же, не только для нас, мы сделали пользу для всей Чувашской республики, для тех муниципальных образований, которые находятся в данном субъекте. Появились определенные рычаги воздействия для нарушителей. Ну вот, готовясь, допустим, к нашему интервью, я читала какие-то документы, ну и в том числе обсуждения, какие есть на форумах чебоксарских, и знаю, что тоже недавно было публичное слушание о внесении изменений в устав. То есть вы постоянно вносите какие-то изменения в устав города, и сейчас будут новые изменения, и я так понимаю, вы тоже на собрании будете их рассматривать. Чего касаются эти изменения? Были внесены изменения в 131-й федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления, где было прописано, как должны проходить встречи депутатов с избирателями. Там необходимо определить, сейчас законодатель на федеральном уровне устанавливает перечень мест, специальных мест или помещений, где эти встречи будут проводиться. А у нас в уставе было противоречие этой статье? Нет, это не было нормы. Это не было нормы, это нормы необходимо нам указать. То есть у нас вообще об этом в уставе не говорилось? Да, ну там проводят встречи депутаты с избирателями, но поверхность-то была указана у нас, но мы должны провести, как четко федеральное законодательство прописано. Но мы никак не можем тоже другое что-то внести, чтобы не было противоречий. И теперь мы установили, что этот перечень специальных мест и помещений должен установить муниципалитет, органы мест управления. И сейчас мы в устав внесли изменения, насколько помните, изменения уже зарегистрированы в Министерстве юстиции. То есть после принятия изменений в устав, в нашем муниципальном образовании, устав регистрирует изменения в устав, регистрируется в Министерстве юстиции. И теперь совместно с органами местного управления, администрацией города, мы подготавливаем перечень этих мест и помещений, где будут проводиться встречи с избирателями. Это тоже немаловажно. Каждый депутат высказывается. У нас есть же избирательная округа, есть определенный уже порядок сложившийся, где есть активные точки, где в основном массовые сборы, сход горожан. Есть в районных администрациях, есть при других домах, культурах определенные встречи. Сейчас такая платформа рябется, я думаю, до конца года мы должны определить этот перечень, документ помещений и специальных мест, где мы будем проводить встречи с избирателями. Обязательно надо довести до избирателей. Касаясь встреч с избирателями? Это помимо приемных, которые у нас еще есть, общественные приемные в округах у депутатов, где мы непосредственно ведем все по разному графику депутатов, где нас можно найти. Мы также проводим дни депутатов. Касаясь встреч с избирателями, приемных, как вы работаете в своем округе, с какими вопросами к вам обращаются, как вы их решаете? Ну, конечно же, поскольку избраны от населения, я считаю, что каждый депутат должен вести прием граждан, стараться максимально самому вести прием, лично, поскольку это такая доля ответственности. Народ доверил и выбрал тебе это, и представляет должен интерес избирателей. Ну, как правило, у каждого свою графику депутатов. У меня вот каждую неделю мы планируем, собираемся, если там не командировка, там не болезнь, то, как правило, мы собираемся либо с помощниками. Но основные вопросы – это в области ЖКХ, конечно же, по благоустройству дорог в территориях. И уже на протяжении нескольких лет, если какие-то были определенные успехи, и горожане доверяют, получилось что-то сделать, да, получилось добиться парковку, установить малые формы, да, освещение. Конечно же, горожане тебе доверяют и приходят с новыми просьбами и просят. Ну, конечно же, тоже немало значения имеет ТОСы, да, территориальное общественное самоуправление. На муниципальном уровне мы их поддерживаем, выделяем определенные финансирования для существования ТОСов. Стараемся, чтобы они увеличивались. Недавно создали ТОС «Байконур» на территории нашего муниципального образования. Тоже мы это закрепили. Тоже ваш округ? Нет, это не мой округ, но вот новое территориальное общественное управление тоже проходило через мою профильную комиссию. Были обращения, мы инициаторами были, разработали, выслушали инициативную группу, подготовили документы, пропустили через свои комиссии. И потом на собрании мы утвердили, что у нас появляется новое территориальное общественное управление. И, ну, в области ЖКХ, наверное, больше вопросов. Ну, и, конечно, знают, что есть у нас сам я юрист по образованию, и помощники юристов, многих депутатов, конечно, приходят с бесплатной юридической помощью, просят, составят. И претензионные письма, исковые заявления, отзывы, может быть, возражения. Конечно же, мы идем навстречу. Где-то надо, мы представим интересы, где-то надо перерасчет сделать. Вопросов много с управляющими компаниями. Постараемся разъяснить, то есть по тарифам, по дополнительным приборным учетам, по капремонту, да, смотрим тоже. Ну, а самая известная, скажем так, тема минувшего лета – формирование комфортной городской среды. Ну, тоже немаловажно. Очень много мы об этом писали, говорили. Очень большая работа была проведена совместно с администрацией города Чебарала депутатским корпусом. Очень активно мы проводили слушания на местах, в администрации районов. Собиралось очень много людей, архитекторов. Ну, видно, что горожане подключились, поверили городским властям, нам поверили, что эту программу можно реализовать, что необходимо. Ну, и вот посмотрите, и важно, что мы же говорили, что это, как сказать, непосредственно участие, нужно софинансирование жителей. И многие-то не отказались. Все-то думали, что тоже, может быть, бесплатно будет. Но вот государство сейчас сделало такое, что необходимо небольшое, но софинансирование. Чтобы ответственность была каждого тоже. Чтобы каждый собственник понимал, что, да, хоть когда-то небольшую копейку ты вложил, понимал, что это твоя копейка, вот в малой архитерной форме, в скамейке, в том же благоустройстве. Здесь твой рубль заложен, и, конечно, ты будешь беречь его. Она когда-то там ни рубля не вложила, но у тебя такое же отношение. И граждане это прочувствовали. Да, какие-то дворы отказались от софинансирования, есть такие. Но мы от этого не расстроились, мы будем дальше продолжать пробовать. Другие получат, опять же. Конечно, совершенно верно. Эти деньги не ушли, эти деньги осваиваются. Три основные площадки были по городу, по городской среде. Это Дом МОД, Шубашкар, Сверхконстантин Иванова сейчас заканчивают. Это такие масштабные на территории нашего города. Ну и по дворам территории. В каждом округе одна-две территории депутатам была определена. То есть, кто как смог организовать, кто как договорился с собственниками, совместно с районной администрацией, кто так и получил. В вашем округе, у вашего рода? Две площадки. Две площадки, да. Две площадки, да. Мы планировали, жители поддержали. Я считаю, что мы на этом останавливаться не будем. Поступают предложения уже на будущем? Конечно, поступают. Они и в этом году были, да. Но просто вот видите, часть жителей хочет собственников, а общее собрание собрать мы не можем. Ну кто-то не проживает, кто-то нет. Но мы тоже не можем без общего собрания. Поймите правильно, это решение многоквартирного уже дома, да. Это же не частно, не один собственник в этом доме. Нужно учитывать мнение всех жителей. И максимально, чтобы все присутствовали на очном голосовании. Если уже на очном не получилось, то мы как бы старались тоже там заочно провести. То есть, обход делали там совместно с управляющей компанией, с советом многоквартирного дома, с администрациями районов. Ну такая работа была кропотливая. Но мы дали старт. И люди увидели, как эти площадки появляются. Я думаю, мы на этом остановиться не будем. Ну дай бог, на следующий год программа продолжится. И действительно, и чебоксарские дороги, и чебоксарские дворы преобразятся и будут более удобными и комфортными для жителей города Чебоксары. Надеемся, мы тоже. Спасибо большое, Николай Николаевич, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был депутат городского собрания Чебоксар, заместитель главы города, представитель постоянной комиссии Николай Владимиров. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»